Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами об очень интересном проекте Хундратвассера, который сделал очень интересное творение, которое мы сегодня с вами осмотрим. Речь сегодня пойдет о мусоросжигательном заводе Шпителау. Шпителау – это станция метро, и это такой район Вены. И вот вы видите, что весь комплекс этого завода, он состоит из самого завода, а также прилегающему к нему зданию, в котором находится обслуживающий центр для людей, которые просто могут прийти выяснить, допустим, по поводу счетов по электроэнергии. Почему? Потому что мусоросжигательный завод Шпителау, еще также перерабатывая мусор, обогревает электроэнергией очень большую часть Вены. Вот в этом сервис-центре я недавно была, очень красиво тоже внутри, все такое сделано в стиле модерн, довольно быстро идет очередь. Если вам нужно, вот мне нужно было получить деньги назад за электроэнергию, вы знаете, выдали прямо там. То есть прекрасное обслуживание, очень мне понравилось. Ну вот, что я должна вам сказать по поводу этого мусоросжигательного завода Шпителау, который сделал архитектор Хундертвассер. Довольно сложное имя. Те, кто были в Вене или кто интересовался историей Вены, наверняка знают его творение в третьем районе. Это называется Хундертвассерхаус с такими неровными окошками, неровными стенами, неровными полами. Ну, очень своеобразный дом. Но, кстати сказать, он жилой. И там живут довольно известные люди. Получить там квартиру очень и очень сложно. Туда, конечно, приезжают толпы туристов, но я так думаю, что там, наверное, делаются и экскурсии. Там наверняка есть, где посмотреть, зайти. Ну, по крайней мере, там, где есть такой небольшой магазинчик внизу и кафешка. Там, ну, можно себе представить, потому что видно, как сделан потолок неровно, как сделан неровно пол, как стены выгнуты и вогнуты. То есть можно себе представить, каким образом выглядит этот дом внутри и квартиры этого дома. Так вот, мусоросжигательный завод Шпителяуэ – это еще одно творение Хундерт-Вассера. И яркий пример того, как вредное для окружающей среды предприятие может быть не только экологически чистым, но и при этом еще обогревать квартиры горожан. Архитектура завода очень авангардна, то есть модерн, даже можно сказать, авангард. Вы сами сейчас, то есть я постепенно вам показываю весь завод. Это золотые купола-фильтры. Вот это вот огромный золотой купол наверху. И потом два поменьше – это фильтры. А как они расположены на высокой башне – это трубы, вернее труба, и пестрые стены вокруг. Ну, как я уже вам говорила, что каждое творение Хундерт-Вассера выглядит очень оригинально и своеобразно. Не каждый наблюдатель вряд ли, то есть, да, действительно, не каждый догадается о том, что скрыто за фасадом красочного чудо-дворца в Вене. Известный архитектор не сразу согласился работать над этим проектом. Как заядлый поборник экологии, Хундерт-Вассер считал, что мусор необходимо не сжигать, а максимально перерабатывать, извлекая из этого пользу. Венскому бургомистру Гельмуту Цильку пришлось заверить, что тепло от горения мусора будет использовано для отопления предприятий и жилья. Также архитектору было обещано строжайшее соблюдение мер экологической безопасности на новом предприятии. Дело в том, что Хундерт-Вассер был ярым защитником экологической среды. И он просто не соглашался на то, чтобы выхлопы были огромными в небо Вены. Поэтому пришлось построить очень сильные фильтры, которые не пропускают ни грамма дыма. Вы знаете, находясь рядом с этим заводом, не ощущаешь просто никакого запаха. И вот я смотрю в небо, и я не вижу даже дымка, который оттуда выходит. Завод был построен в 1989 году на месте бывшего предприятия переработки мусора, закрытого после пожара. Зеркальные золотые шары, венчающие заводские трубы, ну они, конечно, очень красивые, но они представляют собой, как я и говорила, очень эффективные фильтры, которые удаляют из дыма тяжелые металлы, кислоты и диоксид серы. Такие устройства, конечно, необыкновенно дорого обошлись казне. Стоимость проекта практически возросла вдвое из-за этих фильтров. Но на этом настоял автор проекта, именно Хунрот Васса. Теперь в окрестностях завода нет никаких неприятных запахов, как я и говорила. Вот мы здесь находимся, совершенно ничего не чувствуем. Трубы предприятия облицованы блестящей синей керамической плиткой. Стены выложены веселым мозаичным декором. Фасад здания летом скрывается за зелеными насаждениями. Вена вообще очень зеленый город, поэтому это очень всегда приятно видеть. Завод может утилизировать 265 тысяч тонн мусора ежегодно. Электроэнергию для своих нужд он вырабатывает самостоятельно. Кроме этого, он подает тепло в 60 тысяч венских квартир. Возле предприятия в едином с ним стиле выстроен офис, о котором я вам рассказывала, который называется Ферн Верме Вин. Это компания, распределяющая тепло. Завод Шпиталяу стал органичным элементом городского пейзажа, а также и образцом высоких экологических стандартов, а также и популярным туристическим объектом. В вестибюле здания часто проводятся художественные выставки, а во дворе каждое лето происходят фольклорные фестивали. Честно говоря, я вот этого не видела никогда. Но может быть, сейчас пандемия, вот может быть, все-таки надо попробовать найти и попасть. Вот сколько раз потом, кстати говоря, вот эти фернвермы, то есть вот эта компания энергетическая венская, она была долго закрыта на ремонт. Вот она сейчас открылась. Так что, может быть, что-то, что-то где-то и появится. И мы сможем с вами наблюдать фестивали именно вот около венского мусоросжигательного завода Шпитэлау. Знаю только, что такой завод уникален. По-моему, он единственный в мире. Единственное я знаю, что на одном из японских островов, точно не назову сейчас название этого острова, они закупили у венцев точно такие же технологии. Вот об этом я слышала. Вот такое интересное место сегодня мы с вами посетили. Я надеюсь, что вам было интересно. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов, здоровья. Берегите себя. И до следующего раза. С вами была Алла из Вены. Пока-пока. Продолжение следует...